В эфире новости в студии НСА Дубинина. Здравствуйте! И главные темы этого выпуска. Позрасчетная деятельность инспекции по карантину растений уйдет в прошлое. Решение Кабинета министров. Достояние страны Маргарита Ладаря отмечает свой 90-летний юбилей. Думали, никто не заметит. В селе Баслаты разрастается стихийная свалка. 14 августа в Абхазии отмечается День памяти защитников Отечества. 23 года назад грузинские войска оккупировали республику. Началось вооруженное противостояние, переросшее войну. В канун этой даты общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится, цитирую, «Мы никогда не забудем героический подвиг наших боевых товарищей, сложивших жизни на алтарь свободы и независимости республики Абхазия. Свободная, независимая и процветающая республика Абхазия – вот главная ценность, которая была добыта в кровопролитных сражениях Отечественной войны». В еще одном заявлении АРУа осудила поступок группы граждан Абхазии, посетивших 11 августа всего за несколько дней до даты начала войны, футбольный матч, состоявшийся в Тбилиси. Ветеранской организации этот факт назвали верхом цинизма и неуважения памяти погибших и обратились к правоохранительным органам с требованием принять адекватные меры в отношении нарушителей пересечения границы. В канун Дня Добровольца, который в нашей стране отмечается 15 августа, министр обороны Мираб Кишмаря встретился с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии – добровольцами из Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в своем обращении к гостям Кишмаря отметил вклад добровольческого движения в победу народа Абхазии в войне 1992-1993 годов. В течение часа члены Кабинета министров обсудили 9 вопросов. По 8 из них они приняли положительное решение. В частности, внесли изменения в постановление о предоставлении Гагропарк Марина 40 гектаров земли в городе Гагра, которое было принято еще в 2011 году, но затем приостановлено, как выразился премьер-министр волевым решением предыдущего президента. Как рассказывает Артур Миквабия, эти 40 гектаров – низменность. По ней проходит канализационная магистраль, трубы которой находятся в аварийном состоянии. По словам Миквабия, выделение 40 гектаров – вопрос решенный. Все дело в сроках реализации проекта. На освоение этого участка предусмотрено 7 лет. Мы с вами на самом деле срок только переносим по-другому, мы не можем это сделать. Я не вижу, в смысле, не нашел никаких документов, по которому, в смысле, это незаконно. Это первое. Второй вопрос, если честно, обрадовался, если на самом деле кто-то будет там это делать. Нас в ближайшее время на это денег не будет. Но даже принятое Кабинетом министров постановление о выделении этих 40 гектаров не вступит в силу, пока ООО «Гагропарк Марина» не выплатит 13 миллионов, которые задолжала государственной налоговой службе. Я сказал, нет, никакой земли. Специально приемал, показал график, согласованный. Они, когда-то, обещали, если не заплатят, мы отменим строящие детские. Также на заседании Кабинета министров было принято решение о выделении 8 соток земли обществу Сухум Капстрой в столице для строительства гостиницы. Члены правительства проголосовали за, но в связи с этим возник другой вопрос. Можно ли давать разрешение на строительство, прежде чем будет проведена археологическая экспертиза? Нет, я бы просил, чтобы в постановлении, помимо сроков проектов архитектурных, также была бы строка о том, что до начала строительства они должны получить заключение Министерства культуры и охраны памяти, потому что мы сейчас в госроге, отвечающие о том, что он не содержит культурный слэ. А премьер-министра больше волнует другой вопрос. Насколько эффективно будут использоваться выделенные государством в частные руки участки земли? Как сделать так, чтобы они не простаивали? В смысле, земельный участок выделяется после принятия государственной комиссии инвестиционного проекта и его выполнения. Понимаете, да? Потому что отдавать участки какие-то и без понимания, и без перспективы строительства на самом деле надо прекращать. И мы с вами прекратили. Кроме того, на заседании Кабинета министров установили предельную численность работников Министерства финансов и Министерства юстиции. Согласно указу президента, штатных единиц и там и там стало меньше на 15%. Также члены правительства дали добро на проведение переговоров о подписании соглашения между Министерствами обороны России и Абхазии о сотрудничестве в области безопасности полетов государственных воздушных судов. Проголосовали министры и за передачу таможенному комитету катера «Муфлон», который до этого 15 лет проработал на российскую таможню. Но практически единогласно члены правительства отказались принимать положение о государственной инспекции по карантину растений. Дело в том, что согласно документу инспекция финансируется из бюджета, а также имеет другие источники доходов, которые в свою очередь поступают им на счет. А это недопустимо для государственного органа. Все деньги, которые зарабатывает госуправление, должны поступать в бюджет. Все деньги, которые поступают... Вы можете мне это комментировать? На самом деле я подписал это положение с условием выбирания этого пункта, который говорит о иных источниках финансирования. Почему-то, несмотря на мои комментарии, положение это правда не было внесено. Я предлагаю снять это положение и доработать. Правительстве приняли решение отложить принятие положения. И до 31 декабря позволить карантинной инспекции поработать в прежнем хозрасчетном режиме. Но с нового года перейти на полное государственное обеспечение. И если выделяемых денег не будет хватать, чего и опасается руководство инспекции, то Артур Миквабия предлагает сократить штат. Мы будем делать правильно. А если там у нас не хватает деньги на его содержание, так лучше там три человека иметь или пять. Сколько можем, столько и содержим. Или вообще его не иметь. Ну, не называть государственным органом, а какую-то другую форму. Кроме того, кабинет министров назначил Камомил Кумова заместителем начальника госуправления лесного хозяйства. При этом Артур Миквабия упомянул о том, что в ближайшее время правительством будет внимательно рассмотрена деятельность лесного хозяйства. Академик, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ. Маргарита Глебовна Ладария сегодня отмечает юбилей. В свои 90-е видные ученые Абхазии читают лекции и полна энергии и оптимизма. С днем рождения Маргариту Ладария поздравил президент страны Рауль Хаджимба. Он отметил высокие заслуги ученого в развитии абхазской литературы, пожелал ей долгих лет жизни, здоровья и новых творческих свершений. В свои 90-е Маргарита Ладария без труда преодолела три этажа администрации президента, гордо войдя в кабинет главы государства. Рауль Хаджимба поздравил ученого со столь почтенным юбилеем. Отмечая заслуги самой Маргариты Ладария, он подчеркнул важность передачи знаний из поколения в поколение. Решите мне вас поздравить и пожелать вам всего долга, счастья вам, успехов. Я думаю, что впереди у вас еще очень много-много дел. И не сомневаюсь, что ваши все дела, которые вы определили для себя, они будут завершены, будут делаться. Вместе с тем молодым поколением ученых, вместе со старшим поколением, которые рядом с вами все эти годы. Маргарита Ладария, поблагодарив президента за столь высокий прием, отметила, что впереди у нее немало планов. Ей самой уже не верится, что прошло 90 лет ее жизни. И теперь, рассказывает юбилярша, ей кажется, что она столько не успела сделать. Спасибо, что так высоко вы оцениваете мою деятельность. Но все это не случайно. У меня был интересный очень род среди них. И ученые, и священники, и журналисты. И как-то вот так вот слепилось. Ей именем предначертано было стать великим человеком и войти в историю, отметил ректор Агуалеку Гварамия. Маргариту Ладария можно смело назвать национальным достоянием, считает он. Вот была Маргарита, значит, датская, Маргарита Пармская, Маргарет Тейчер и так далее. Ну, я посмотрел, они все представители гуманитарных наук. А вот я бы назвал Маргариту Глебовну Маргаритой Абхазской. Среди присутствующих были и студенты Маргариты Глебовны. О ней можно говорить часами, настолько она необыкновенный лектор и человек, отмечает министр образования Адгур Кокова. Я помню, когда вы заходили в аудиторию, вот первое же, ваше слово всех заставляло внимательно слушать. И мы получали там огромное удовольствие. Вот один раз, послушавши вашу лекцию, наверное, никогда в жизни не забудет. Президент Рауль Хаджимба преподнес именинницу юбилейной Абсары с изображениями Баграта Шинкуба и Дмитрия Гулия. Также библиотеку Маргариты Ладария пополнила трехтомное издание трудов Владислава Ардзимба. Илана Казамба, Торни Камичба, Абаза ТВ. Сразу после передачи «День в истории» смотрите программу «Автограф» с участием Маргариты Ладария из архива Абаза ТВ. А сейчас к другим темам. Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черекба встретился с главой региональной миссии УВКБ Симоной Волькин. Как сообщает пресс-служба МИД страны, встреча была посвящена вопросам, связанным с деятельностью УВКБ в Абхазии. Симона Волькин поблагодарила руководство республики за эффективное сотрудничество. По ее словам, сегодня между УВКБ и властями Абхазии имеет место откровенный и конструктивный диалог. В ходе встречи были затронуты в частности темы, касающиеся проблемы, свидачи в иск гражданам Абхазии, странами Европейского Союза. Разыскиваемые в военной прокуратуре сотрудники СГБ. Подозреваемые в избиении жителя Сухума явились добровольно в правоохранительные органы, сообщил агентство «Спутник» генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия. Он также отметил, что в отношении них избрано мера пресечения обязательства явки. На данный момент подозреваемые находятся на свободе, производство уголовного дела продолжается. Напомню, 25 июля оперативные сотрудники СГБ республики избили Астамура Герхеле, а затем привезли его в столичное УВД, откуда, ввиду неправомерности задержания, в этот же день он был освобожден. По данному факту, в отношении оперативных сотрудников СГБ, военная прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия, предусматривающим ответственность за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщает пресс-служба МВД страны. В ночь со среды на четверг на 119-м километре автодороги Псоу-Ингур в селе Мачара Гулыребского района в результате столкновения Лэнд-Крузера и автомобиля Ауди А6 погибли водители-пассажир Ауди. Водитель Лэнд-Крузера задержан и водворил ВВС МВД Абхазии. По данному факту, следственной группой Гулыребского РОВД возбуждено уголовное дело по статье нарушения лицом управляющим автомобилям, либо другим механическим транспортным средствам правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Жители страны постоянно сетуют на то, что коммунальные службы плохо работают на грязные улицы и обочины дорог. Но кто в этом виноват? Не они ли сами? В Сухомском районе, в селе Баслата, прямо на берегу реки Басла, именно они устроили стихийную свалку. А кто теперь будет ее ликвидировать и на какие средства? О проблеме в местной администрации, как оказалось, знают и решать ее собираются. Вот только есть ли смысл убирать там, где вновь намусорят? Проблеме разбиралась Надежда Боровикова. Раньше эта территория была излюбленным местом отдыха жителей села Баслата. Дети приходили купаться в речке, взрослые устраивали пикники на берегу. Сегодня же стараниями самих жителей Абхазии это место превратилось в свалку строительных и бытовых отходов. По словам главы администрации Баслаты Эдуарда Барганджи, в селе на сегодняшний день стоят два контейнера для мусора. Но этого явно недостаточно. Нужно еще как минимум четыре. В этом году тоже писали насчет этих контейнеров и где они устанавливаются, места специальные, чтобы нам, значит, сметы у нас есть на них, сделаны на три вот этих установки, где должны стоять контейнеры. Мы заявку дали, но в связи с отсутствием средств на сегодняшний день пока этот вопрос не решен. Контейнеры это, конечно, хорошо, но и они не решат проблему строительного мусора в селе, так как предназначены исключительно для бытовых отходов. С вопросом, куда людям девать более крупный мусор, мы обратились к директору муниципального предприятия спецавтохозяйства Мацу Джинджоли. Организация или предприятие, или частное лицо делает ремонт, заказывает машину у нас, если нужна машина. Если сам же нанимает частную машину, приезжают на свалку, у нас есть на свалке проходная, охрана, касса. Стоит это 300 рублей КАМАЗ, оплатили, заехали, высыпали. Люди находят для ремонта средства и миллион, и два, и три, и десять миллионов. А найти 300 рублей, привезти этот мусор на свалку, что-то у них и не хватает. И все же, кто виноват в том, что на берегу реки Басла образовалась свалка? Глава сельской администрации отвечает однозначно. Виноваты водители грузовых машин, которые зарабатывают частным вывозом мусора и ленятся ехать на городскую свалку. Отчасти, чтобы сэкономить деньги на бензин и не оплачивать услуги полигона. Вот здесь стройка идет, где что идет, все оттуда возят туда. Местные жители этого не делают. Это все городские. Это не житель городского, а который работает на этом транспорте, который вывозит этот мусор, понимаете? Это есть разница. Это жители, это общие взятые. А здесь конкретные люди это делают. Вот с них надо спрашивать. Спрашивать, конечно, нужно. Но согласно Кодексу об административных правонарушениях Абхазии, засорение лесов бытовыми отходами и отбросами влечет за собой штраф суммой до трех минимальных размеров оплаты труда, то есть до 180 рублей. При этом количество мусора значения не имеет. Вряд ли такой штраф пугает нарушителей, не говоря уже о том, что поймать их на месте преступления крайне сложно. Я вот хочу, пользуясь случаем, обратиться к населению, ко всем, кто увидит или кто заметит, чтобы он звонил мне, милицию, районную, администрацию, не имеет значения кого. Мы сразу оперативно примем меры. Глава села Баслата говорит, что проблема мусора и конкретно появление этой стихийной свалки неоднократно обсуждалась на совещаниях в районной администрации. Есть понимание, что нужно срочно принимать меры, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение берега реки. Закрыть дорогу мы туда не можем, потому что там население ходит на речку, купаются, там место отведенное для отдыха. Но решить эту проблему мы решим его с помощью главы администрации. И сейчас что мы думаем? Поставить там шлагбаум, такой, который, чтобы только легковые машины проезжали, а вот эти большие грузовозные машины, чтобы не проезжали, мы его закроем. Нам выделят, наверное, деньги, помогут с техникой. Шлагбаум, наверное, решит проблему, пусть и частично. Но что делать с теми грудами мусора, которые уже сейчас лежат на берегу Баслы? Если где есть там и цемент, и блоки, и кирпич, там еще какие-то, которые можно распланировать, и оставить его, значит, чтобы там было ровно и хорошо. А то, что вы ввезете металл, там баллоны, что вы говорите, там газовые плиты есть, там... Ну, я знаю, что там есть, что лежит. Мы это все уберем, найдем людей, даже он на металлон пойдет. Если мы людям поможем его, значит, порезать или собрать, и они с удовольствием увезут. Получается, что убирать мусор за нами всеми должны администрация или спецавтохозяйство. Но если надеяться исключительно на них, вряд ли вокруг станет чище. Необходимо понимание того, что это наша общая проблема и общая ответственность. Надежда Боровикова, Торни Камичба, Абаза ТВ. В республиканский онкодиспансер поступило новое лечебно-диагностическое оборудование. Как сообщает Абснепресс, поставка реализована в рамках комплексной государственной программы по оснащению медицинских учреждений Абхазии. В перечне доставленного оборудования имеется аппарат лучевой терапии для лечения кожных заболеваний, цифровой маммограф и рентгенодиагностический аппарат. Оборудование доставлено из Москвы и Северного Кавказа. Около двух миллионов российских туристов посетило с начала мая Абхазию. Это стало рекордом за последние годы. Как сообщили агентству Интерфакс в кабинете министров страны, в это число вошли и туристы, заезжающие в республику на один день для ознакомления с достопримечательностями республики. Для сравнения, в советское время за год Абхазию посещало около трех миллионов туристов. И еще одна курортная статистика. Доходы от реализации билета в Рейсинский парк по состоянию на 13 августа составили 119 миллионов рублей, от предпринимательской деятельности свыше 3 миллионов рублей. Таким образом, план перевыполнен, сообщает Абснепресс. При этом плановые показатели Рейсинского реликтово-национального парка в 2013 году составляли 47 миллионов рублей, в 2014 – 50 миллионов рублей, в 2015 году план был увеличен до 120 миллионов рублей. А теперь не очень приятная новость для поклонников футбола. 13-й тур 22-го чемпионата Абхазии по футболу будет доигран 14 августа, после чего будет приостановлен в связи с отсутствием финансирования. Об этом агентству «Спутник» сообщил президент Федерации футбола страны Джамал Губас. По его словам, размер задолженности только перед судейским корпусом составляет 400 тысяч рублей. Обслуживают чемпионат судейские бригады из России и Украины, и им не платили зарплату почти три месяца. Глава Федерации футбола Абхазии подчеркнул, что отсутствие финансирования также стало причиной дисциплинарных нарушений футболистов, которые проявляются как внутри футбольных клубов, так и в ходе чемпионата. Амра Начкебия стала первой абхазской, покорившей наивысшую точку Европы, сообщает агентство «Спутник». Молодой режиссер поднялась на вершину Эльбруса вместе с группой адыгов из Сирии и Ордании, Турции и России. Экспедиция была организована в рамках проекта по объединению адыгской диаспоры и созданию своего рода площадки для общения адыгов как из различных регионов России, так и других стран мира. Проект существует уже три года. В этом году проводник группы Казбек Шебзухов посвятил восхождение герою Абхазии Султану Сосналиеву, генерал-лейтенанту Кабардинцу, внесшему неоценимый вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии. И в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу в столице Абхазии без осадков. Температура воздуха днем плюс 34, ночью 24 градуса тепла. На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абхазии